Ничего не напоминает, а лично мне напоминает. И напоминает это мне ночной тест вот этой лампы от евроламп где была указана поддержка диммирования. Кто не видел посмотрите вот этот ролик обязательно. Там тоже была указана поддержка диммирования, но лампа у нас не регулировалась практически и мерцала. То есть ну да, она немножко получше к самом конце регулировалась, чем вот эта лампа. По крайней мере вот этих полос сильных не было. Но в остальном эти лампы ведут себя абсолютно одинаково. И эта лампа тоже мерцала. В том ролике это хорошо видно в обычном режиме. То есть да, я таки уверен, что никакого драйвера в этой лампе нету, как нету и поддержки диммирования. И вот этот вот значок нарисован действительно от балды. Мне вчера еще во время съемки даже того видео пришла в голову эта идея. Но я не стал ее озвучивать. Ну всю ночь так промучился буквально. Ну как? Как такое может быть? Лампа с поддержкой диммирования и ничего не регулирует. Да очень просто. Нету там никакого драйвера и нету там никакого поддержки диммирования. Вот это вот у нас лампа Ferron, которая без всякой поддержки, без всякого драйвера. И ведет она себя практически точно так же, как и та лампа. Вот в малых пределах регулируется яркость. Вот прекрасно видно. То есть абсолютно все то же самое, как и на той лампе. И когда мы уменьшаем, тут даже поприятней. Она не так мерцает, как вот эта. Это больше даже регулируется, чем вот эта лампа. Так что вот такие вот обманы бывают со стороны производителей. И очень-очень часто, к сожалению, нас дурят. А здесь нас дурят с мощностью, не 7 ватт, а 5 ватт. А здесь дурят с поддержкой диммирования. Все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok